В преддверии прямой линии, которая пройдет 7 числа, Владимиру Путину поступило около миллиона вопросов. В первую очередь, россиян волнуют проблемы социальной сферы образования, медицина, ЖКХ. Мы решили узнать, что же волнует ивановцев. Когда наш город будет чистым, потому что как-то в последнее время ситуация с чистотой в городе в нашем как-то ухудшилась. Может быть, с появлением новой власти, как мы уже видели, у нас новый губернатор. Может быть, в связи с этим, что он еще пока что не совсем оценил всю ситуацию. То есть, ну, возможно, так. То есть, все-таки чистоты хочется. Во всех городах чисто, а в нашем как-то не очень. Будет ли повышение заработных плат в ближайшее время бюджетникам? Больше всего хотелось бы узнать, каким образом хотим выйти из кризиса. И больше ничего. Я бы хотела задать следующий вопрос. Возможно ли возврат к распределению медицинских кадров тех студентов, конечно же, которые прошли обучение в медицинских вузах за счет государства, за счет бюджета. Мы считаем, что они обязаны отработать, скажем, ту сумму, условно говоря, которую вложило в них государство, отработав несколько лет. Самый простой вопрос – посмотреть цены на бензин. Вот это самый простой. А цены на бензин, потом инфляция идет, и рост цен на другие товары. Он сам прекрасно все знает. Хотя обещал, что в каком-то году, 8 лет прошло, что разберется с этими ценами. А цены все растут и растут. Например, мне просто интересно, почему у нас разрушается предприятие. Например, закрыли такой большой домостроительный комбинат в городе Иваново. Тысячи людей остались на работе, без работы, вернее. Мы сейчас даже не знаем, куда идти. Хотели попросить президента, чтобы, значит, упростить налоги, чтобы люди свободно могли работать. И, значит, кредитная ставка банков сильно велика, тем более для малого бизнеса. Меня беспокоит, как бы это странно ни казалось, живем далеко от океанов и морей, но вот именно по ставке рыбы, почему она у нас так дорого стоит, хотя мы практически такая могущественная держава, которая может даже до самых глубинок, я понимаю, что это трудно, но все равно, то есть вот по рыбной промышленности бы спросила. Я уже это слово смс. А что вы написали? Меня не устраивает состояние дорог в Ивановской области. Конкретно там у нас в Заложском районе в очень плохом состоянии 40 километров дороги. Просто мы туда ездим к родителям, и я написала обращение. Отопление, свет. Слишком большие цены за это берут. И хотелось бы цены на бензин, чтобы были ниже. Задала бы вопрос, как можно прожить детям без работы. Без работы совершенно, работы нет. Бегают по городу, найти работы не могут. Я бы задала вопрос, почему такой бензин дорогой? Набор вопросов к главе государства не меняется из года в год. Тарифы на коммуналку, дорожное строительство, дорогие продукты питания, высокий уровень безработицы. Из актуального – резкий скачок цен на бензин на целых 3 рубля за литр в мае. Задать свой вопрос президенту можно в интернете, по телефону или смс. Обращение примут вплоть до 7 июня. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.